Сообщество существует три года и с каждым разом становится больше. Приходят совсем молодые, но все бесспорно готовы делиться даже самыми маленькими своими навыками рукоделия. Открытие фестиваля началось с мастер-класса по бисерплетению символа краевой благотворительной программы «Цветика-семицветика». Сколько ты надел? Я вообще по два. Ты четыре надел, еще две. Мы же сейчас шесть надеваем. Давай, шесть. Поднять настроение себе и детям поможет аквагрим на водной основе. Он прекрасно ложится на кожу, не раздражает ее и безумно нравится детворе. Мы киски сегодня, маленькие такие, да? Очень красивые гримы. Походим такие красивые, а потом умоемся и пойдем купаться в море, да? Взрослым тоже было чему удивиться. Бижутерия, такая актуальная в наши дни, отличается своей неповторимостью. То, что сделано руками, это уже сделано от души, сделано с любовью. Вещь очень эксклюзивная. Мастер делает только одну вещь, он не пускает это на поток. Вязаные бусы, сережки, браслеты и даже купальники. Вязальщицы решили показать все свое мастерство. Бег высоких технологий, ручной труд еще более привлекателен. Оказывается, связать можно и другие необычные вещи, например, ажурный веер или зонт. Это первая работа рукодельницы Виктории Кимаевой. Она познакомилась со схемой вязания зонта крючком в интернете. Мастерица сама вяжет, сама демонстрирует эксклюзивные вещицы, тем самым доказывая всем, что домашний хендмейд – это не досок скучающей барышни, а невероятный прилив жизненных сил и романтическая энергетика, идущая от каждой авторской работы. Елена Всецна, Борис Осин, телекомпания ФКТ.